здравствуйте дорогие друзья рада вас всех вновь приветствовать на уроке русского языка наша сегодняшняя тема называется мама автор габе а также мы с вами по грамматике пройдем правильное написание глаголов одеть и надеть ну что ж давайте с вами вначале откроем учебники и прочитаем произведение мама я знаю что вы все любите своих мам и с огромным удовольствием прочитайте вместе со мной данное произведение ну что ж давайте начнем самое лучшее слово на свете мама самая хорошая на свете мама моя я не могу обойтись без мамы она не может обойтись без меня поэтому она не отпускает меня далеко а когда идем детский сад держит меня за руку сегодня выходной мама на работу не пошла мы в парке все вокруг зеленое и цветов много детей тоже много мама сидит на скамейке и говорит с другой мамой а мы куличики лепим самоделишные из песка мама смотрит на меня и смеется и цветы смеются мама очень добрая когда улыбается и я улыбаюсь ей дорогие друзья мы с вами прочитали вот такой вот интересный рассказ про маму я уверена что вы можете дополнить этот рассказ своими предложениями вы же любите своих мам и вам есть что сказать и рассказать нам про свою маму но давайте теперь ответим на вопросы выясните значение слова в самоделишные ребятки в самоделишные что по-вашему может означать это слово конечно как само слово показывает значение этого слова означает то есть настоящие в самоделишные то есть на самом деле они существуют верно ребятки а теперь давайте попробуем рассказать о своей маме какая она конечно я знаю что вы много чего можете сказать о своей маме сделайте ребятки это в письменной форме откройте свои тетрадочки по чтению либо возьмите листочки формата а4 альбомные листы и напишите несколько предложений о своей маме а затем постарайтесь нарисовать свою маму я думаю вы это сделаете с удовольствием потом свои результаты можете показать своим товарищам и сверстникам ну а мы ответим на следующий вопрос как проявляется ваша любовь к самому дорогому человеку на земле то есть к вашей маме ребятки естественно среди вас есть дети которые по-разному проявляют свою любовь кто-то часто мама обнимает кто-то ее целует кто-то помогает ей с домашними делами верно ребятки каждый из вас по-своему проявляет свою любовь а вот сейчас подойдите к своей маме обнимите ее крепко крепко поцелуйте и скажите что вы ее очень сильно любите ну а мы смотрим дальше составьте класс со словом мама давайте составим этот кластер месте как составляем плаスтор вы уже знаете запишем слово мама в центре возьмем в такой вот овал и давайте запишем несколько слов которые относятся к слову мама конечно много слов можно сюда отнести но мы давайте запишем несколько слов мама со словом слово у нас также ассоциируется слово забота потому что мама всегда заботится забота улыбка можно написать мама навсегда улыбается мама нас всегда защищает правильно можем написать глагол защищает друзья много лучиков можно отвести от данного слова я вам предлагаю этот кластер дополнить своими примерами и я уверена что вы это с легкостью сделаете ну а мы смотрим дальше постарайтесь нарисовать портрет мамы я вам это предложила сделать самом начале не забудьте написать несколько предложений о своей маме и нарисовать ее портрет постарайтесь я думаю у вас это получится соберите из данных слов пословицы о маме посмотрим нет ближе друга матушка родная чем как будет правильном порядке верно нет ближе друга чем матушка родная солнышке при матери при добро тепло как будет правильно при солнышке тепло при матери добро верно ребятки материнский что снег гнев весенний как будет правильно материнский гнев что снег весенний верно ребятки потому что вы знаете что мама если рассердится то она через пять минут может вас похвалить обнять, приласкать. Верно, дорогие друзья. Молодцы. А мы с вами перейдем к следующему упражнению. Прочитайте отрывок стихотворения Благининой. Мама песню напевала, одевала дочку, одевала-надевала белую сорочку. Спешите, друзья, четверостишья, подчеркните глаголы и скажите, когда употребляют в речи глагол одевала, а когда надевала. Давайте сначала перепишем данное стихотворение, отрывок из данного стихотворения в вашей тетрадочке. Ну что ж, переписали, теперь давайте вместе найдем глаголы и подчеркнем их. Напевала, одевала, одевала, надевала. А теперь давайте посмотрим, в каких случаях мы используем глагол одевала, в каких случаях надевала. Напевала песню, одевала кого? Дочку. Одевала, надевала, надевала что? Соручку. Верно, друзья. Обратили внимание, в каких случаях мы использовали слово одевала, а в каких случаях мы употребили слово надевала. Ну что ж, давайте подытожим и прочитаем правила в ваших учебниках. Одевать кого-то, ребенка, малыша, сестренку. Значит, если речь идет об одушевленных именах существительных, мы используем глагол одевать. Одевала кого-то. А если речь идет о неодушевленных существительных, то мы используем глагол надевать. Надевать что-то, одежду, форму, брюки, пальто. Чтобы убедиться, правильно ли мы употребили глаголы одеть или надеть, нужно проверить, с каким существительным, одушевленным или неодушевленным, они употреблены. Вот и все, дорогие друзья. Данные правила вы пишете в вашей тетрадочке по правилам, и выучите наизусть. А теперь давайте, пользуясь схемой, запишем предложение, правильно употребив глаголы одеть или надеть. Надевать куртку. Почему надевать? Потому что надевать что? Куртку, а куртка неодушевленная существительная. Одевать дочку. Почему одевать? Потому что одевать кого? Дочку. Дочку одушевленная существительная. Итак, ребятки, давайте, пользуясь данной схемой, определим, какие слова мы должны употребить в данных предложениях. Азер, что шапку? Конечно, надевает шапку. Давайте запишем это. Азер надевает. Почему надевает? Потому что связан с существительным шапку. А шапка это неодушевленная существительная, значит, надевает шапку. Мама одевает кого? Нормин. Нормин одушевленная существительная, значит, мама одевает. Дети надели куртки. Куртки неодушевленные существительные, значит, детки что сделали? Надели куртки и вышли во двор. Али одевает сестренку. Сестренка одушевленная существительная. Значит, Али что делает? Одевает. Верно, дорогие друзья. Я думаю, вы с легкостью справились с данным упражнением. А теперь выполним упражнение номер четыре. Прочитайте. Кто надевает что? Кто одевает кого? Составьте предложение с каждым глаголом. Вопросы замените именами существительными. Запишите предложение. Давайте составим и запишем данные предложения, заменяя вопросы именами существительными. Кто надевает и что надевает? Давайте подумаем. Кто, например, Араз. Кто? Араз. Надевает что? Араз надевает. Что он может надевать, ребятки? Араз надевает брюки, например. Запишем. Араз надевает брюки. Теперь составим второе предложение. Кто? Например, кто? Аразу одевает кого? Аразу одевает. Кого она может одевать? Конечно, брата или сестренку. Запишем брата. Аразу одевает брата. Молодцы, дорогие друзья. А теперь выполним последнее упражнение. Ставьте пропущенные глаголы и запишите предложение. Имран школьной формой собирает портфель. Как вы думаете, надевает или одевает? Посмотрим на слово, с которым связан данный глагол. Имран надевает школьную форму, так как форма – это имя существительное, неодушевленное. Значит, запишем «надевает». И собирает портфель. Аэлин куклу и посадила в коляску. Ребятки, по предыдущим темам мы с вами знаем, что слово «кукла» относится к одушевленному существительному. Значит, мы с вами вставим сюда, посмотрим, у нас есть слова для справок. В словах для справок мы с вами найдем слово «одела». Значит, Аэлин одела куклу и посадила ее в коляску. Дальше мы смотрим «папа пальто и вышел из дома». Посмотрим слова для справок и найдем подходящее слово. Пальто неодушевленное существительное. Значит, папа надел пальто. Запишем «папа надел пальто и вышел из дома». Бабушка внучку. Посмотрим слова для справок и найдем подходящее слово. Так как внучку – это одушевленное существительное. Значит, запишем «бабушка одела внучку». Запишем. «Бабушка одела внучку». Молодцы, дорогие друзья! На этом наш сегодняшний урок подошел к концу. Я думаю, вы с легкостью выполняли все упражнения. Также вы наверняка запомнили, в каких случаях мы употребляем глагол «одеть», а в каких случаях мы используем глагол «надеть». запомните это, дорогие друзья. Напоследок хочу вам дать следующее задание. Выразительно прочитайте рассказ «Мама», который мы сегодня с вами разбирали. Не забудьте составить несколько предложений о своей маме, а также сделать ее портрет. Ребятки, а также выучите правила на страничке 153. Ну что ж, на этом наш урок подошел к концу. Я с вами прощаюсь. До свидания. До скорой встречи! Здравствуйте, дорогие ребята! Я рада вас приветствовать на уроке математики. Тема нашего урока «Деление». Итак, давайте рассмотрим нашу задачку. Ребята решили посадить в саду 24 цветка. В каждом ряду посадили по 6 цветков. Сколько рядов получилось? Как можно это определить? Итак, ребятки, мы уже с вами знакомы с понятием деления. Итак, значит, ребята должны будут 24 цветка разделить по 6. Итак, запишем. Мы с вами уже знаем, что разделить на 6 – это значит, нужно от общего количества вычесть количество цветков в каждом ряду и до тех пор, пока мы получим 0. Итак, от 24, если мы будем вычитать по 6, то это будет 4 раза, и мы получим 0. Значит, ребята получат 4 ряда. Сколько рядов получилось бы, если бы они посадили в каждом ряду по 4 цветка? Запишем выражение. 24 делить на 6 равно 4. Итак, у нас получилось 4 ряда. Если вы обратили внимание, у нас здесь есть ключевые слова деление, делимое, делитель и частное. Итак, рассмотрим наше выражение. Выражение 24 делить на 6 равно 4. 24 – это у нас делимое, 6 – делитель, и результат деления – это частное. Рассмотрим следующий вопрос. Сколько рядов получилось бы, если бы они посадили в каждом ряду по 4 цветка? Значит, мы должны теперь 24 разделить по 4. У нас получится 6. Запишем это выражение. 24 разделить на 4 будет 6 рядов, если они уже возьмут в каждом ряду по 4 цветка. Итак, в этом выражении 24 у нас делимое, 4 – делитель и 6 – частное. Количество строк или же количество предметов в каждой строке можно найти повторным вычитанием или же с помощью деления. Итак, если мы рассмотрим с вами картиночку, у нас здесь 3 строки и 5 столбцов. Итак, для того, чтобы узнать нам количество строк, мы должны общее количество кружочков разделить на количество столбцов. То есть мы от числа 15 будем вычитать 5 до тех пор, пока не получим 0. И у нас получается это 3 раза по 5. Значит, 15 разделить на 5 будет равно 3. Здесь у нас 15 – это общее количество предметов, в данном случае кружочков. 5 – это количество предметов в каждой строке, а 3 – это количество строк. Или же по-другому. 15 – это у нас делимое, 5 – делитель, а 3 – это частное. Точно так же, ребятки, мы можем найти и количество столбцов. Для этого мы должны будем 15 – общее количество предметов разделить на количество строк. Тогда мы с вами узнаем, что у нас здесь 5 столбцов. Составьте примеры на деление для нахождения количества строк и количества предметов в каждой строке. Итак, у нас есть один образец. Мы по этому образцу выполним задание с яблоками. У нас общее количество равно 20, а количество предметов в одной строке у нас равно 5. Итак, мы запишем 20, делим на 5, будет равно 4. 4 – это у нас количество строк. Для того, чтобы найти количество предметов в каждой строке, мы должны общее количество разделить на количество строк. И это будет равно 5. Рассмотрим следующую картинку. У нас 45 клубничек. В каждой строке у нас имеется по 9 клубничек. Для того, чтобы определить количество строк, мы должны с вами общее количество разделить на количество клубничек в каждой строке. И у нас получается 5. Затем, для того, чтобы узнать количество клубничек в каждой строке, ребятки, мы должны разделить число 45 на 5. И мы находим количество клубничек в каждой строке. Рассмотрим с вами задание номер 1 на странице 33. Найди ответ с помощью деления. Составьте соответствующий пример. Сколько детей получат конфеты, если раздать 10 конфет по 2 штуки каждому? Итак, ребятки, я думаю, что вы догадались. Мы должны общее количество конфет разделить по 2. Так и запишем. И у нас будет 5, потому что мы с вами знаем, что произведение чисел 2 и 5 дает нам 10. Значит, у нас 5 детей получат по 2 конфеты. Теперь рассмотрим следующее задание. Сколько желудей достанется каждой белке, если 15 желудей разделить поровну между 5 белками? Итак, у нас общее количество 15. Мы делим между 5 белками. То есть каждый мы сколько отдадим желудей? Мы 15 делим на 5. И получается, что каждая белочка у нас получит по 3 желудя. Итак, ребятки, обратите внимание, в первой задаче мы знали, сколько получит каждый. То есть мы знали, сколько у нас в каждой строке количество. А во второй задачке наоборот. Мы знали количество строк, то есть мы знали, сколько у нас белочек получит, но по сколько желудей мы не знали. Видите, в чем разница этих задач. Теперь, ребятки, если разделить любое число, кроме нуля, на само себя, частное будет равно 1. Любое число 5 делить на 5 будет 1. 3 разделить на 3 это будет равно 1, потому что в числе 3 есть одна тройка, в числе 5 есть одна пятерка. Вам нужно это просто запомнить. Если разделить число на 1, частное будет равно самому числу. 5 разделить на 1 это будет 5, потому что в числе 5 5 единичек. 3 разделить на 1 будет 3. И запомните самое главное. Если разделить 0 на число, отличное от нуля, получится 0. И, внимание, делить на 0 нельзя. Выполним задание номер 4. В магазине было 18 килограммов помидоров. Их разложили поровну в 2 ящика. Сколько килограммов помидоров стало в каждом ящике? Итак, у нас всего 18 килограмм помидоров. Мы их разложили поровну. То есть разделили на 2 ящика, на 2 части. Так и запишем. И у нас получится 9 килограмм. Значит, в каждом ящике у нас по 9 килограмм. Задание номер 8. Анар сорвал в саду 22 цветка. Из них 7 подарил маме на праздник. Разделив остальные цветы поровну, он подарил их 3 сестрам. Сколько цветов он подарил каждой сестре. Итак, ребятки, у нас было всего 22 цветка. То, что сорвал Анар. 7 из них он подарил маме. То есть количество цветков уменьшилось. Так и запишем. 22 отнимаем 7. У нас получается 15. То есть у нас осталось 15 цветков. Разделив остальные цветы поровну, он подарил их 3 сестрам. Значит, вот эти оставшиеся 15 цветов он подарил 3 сестрам. То есть разделил между ними. Поэтому мы 15 должны разделить на 3. И у нас получается, что каждая сестра получила по 5 цветков. Так запишем ответ. Ответ 5 цветов. На этом, ребята, наш урок подошел к концу. Выполните оставшиеся задания. А также задание номер 2, 3, 5 на странице 33. Всего хорошего. До встречи на следующем уроке.